Слово в день Богоявления Все вы сегодня в радости, а я один только в печали. Когда я посмотрю на это духовное море и вижу несметные богатства церкви, и потом подумаю, что по прошествии праздника это множество отхлынув опять удалится от нас, потерзаясь и скорблю душою о том, что церковь, родившая столько детей, может утешаться ими не в каждое собрание, но только в праздник. Какое было бы духовное веселье, какая радость, какая слава для Бога, какая польза для душ, если бы мы при каждом собрании видели ограды церкви так наполненными. Мореплаватели и кормчие делают все, как бы переплыть море и достигнув пристани. А мы ревнуем о том, чтобы непрестанно носиться по морю, постоянно погружаться в волны житейских дел, обращаться на пощадях и в судилищах. Здесь же встречаемся и два однажды, или дважды целый год. Или вы не знаете, что Бог устроил церкви в городах, как пристани на море, дабы мы, прибегая сюда от бури и житейских смятений, наслаждались величайшей тишиною. Подлинно! Здесь не нужно бояться ни бурного движения волн, ни нападения разбойников, ни нашествия злодеев, ни силы ветров, ни засады зверей. Это пристань свободная от всего такого, а то духовная пристань душ. И вы сами свидетели сказанному, если бы кто-нибудь из вас раскрыл теперь свою совесть, нашел бы внутри себя великое спокойствие, ни гнев не волнует, ни похоть не воспламеняет, ни зависть не иссушает, ни гордость не надмевает, ни страсть тщеславия не снидает. Но все эти звери укращены, так как слушание божественных писаний, как бы некоторая божественная чарующая песня, проникает через слух в душу каждого и усыпляет эти безумные страсти. Как же не жалеть о тех, которые, имея возможность, наслаждаться таким любомудрием, не обращаются и не приходят постоянно к общей матери всех в церкви? Какое мог бы ты указать мне занятие, необходимее этого? Какое собрание полезнее? И что препятствует пребыванию здесь? Ты, конечно, скажешь мне, что бедность бывает для тебя препятствием участвовать в этом прекрасном собрании, но это не основательный предлог. Неделя имеет семь дней, а эти семь дней Бог разделил с нами так, что себе не взял больше и нам не дал меньше, и даже не разделил их поровну, не взял себе трех и не дал нам трех, но тебе отделил шесть дней, а для себя оставил один. Ты же и в этот день есть, не хочешь воздержать отдел житейских, но как поступает святотарце, так и ты осмеливаешься поступать с этим днем, похищая и употребляя его на житейские заботы, тогда как он освящен и назначен для слушания духовных поучений. Но что говорить о целом дне? Как поступила вдовица с милостыней, так поступает и с временем этого дня. Как она положила две лепты и приобрела великое благоволение от Бога, так и ты удели Богу два часа и внесешь в дом свой прибыль бесчисленных дней. А если не воздержишься, то смотри, чтобы ты не желая отрешиться от земных приобретений в течение малой части дня, не лишился трудов целых годов. Бог может, когда пренебрегают, им уничтожить и собранные богатства, как он, угрожая, говорил иудеям, когда они не родили о храме. И что принесете домой, то я развею, говорит Господь. Айгея 1.9. Так у Златоуста, в славянской же Библии. Если ты приходишь к нам один раз или дважды в год, то скажи мне, чему необходимому мы можем научить тебе о душе, о теле, о бессмертии, о Царстве Небесном, о наказании, о геене, о долготерпении Божьем, о прощении, о покаянии, о крещении, об отпущении грехов, о тварях небесных и земных, о природе человеческой, об ангелах, о коварстве бесов, о кознях дьявола, о поведении, о догматах, о правой вере, об извращенных ересях. Это и гораздо больше этого должно знать христианину и о всем давать ответ спрашивающим вас. А вы не можете узнать и малейшей части этого, собираясь сюда однажды в год, и при том мимоходом и по обычаю праздника, а не по благочестивому душевному расположению. Ибо и то было бы хорошо, если бы кто, присутствуя здесь при каждом собрании, мог в точности удержать все это. Многие из вас, присутствующих здесь, имеете рабов и сыновей, и когда намереваетесь отдать их учителям искусств, каких изберете, то вместе с тем делайте свой дом недоступным для них раз навсегда, и заготовив одежду и пищу, и все прочее необходимое для них. Помещайте их вместе с учителем, запрещая им ходить в ваш дом, дабы от постоянного пребывания там и неразвлекаемого никакими заботами занятия, учение их было успешнее. Но имея научиться необыкновенному искусству, а величайшему из всех, как угодить Богу и достигнуть небесных благ, вы думаете, что можно сделать это мимоходом? Не безумно ли это? И что эта наука есть дело, требующее великого внимания? Послушай, что говорит Христос, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. И еще, говорит пророк, придите, дети, послушайте меня, и страху Господню научу вас. И еще, остановитесь и познайте, что я Бог. Солом 45.11 Итак, много нужно посвятить времени для занятий тому, кто хочет усвоить себе это любомудрие. 401 Впрочем, чтобы нам не употребить всего времени на обличение отсутствующих, мы, удовольствовавшись тем, что сказано для исправления их нерадения, по любомудрствам теперь несколько о настоящем празднике. Многие празднуют праздники и с названиями их знакомы, но поводов, по которым они установлены, не знают. Так о том, что настоящий праздник называется богоявлением, всем известно. А какое это богоявление, и одно ли оно, или два, этого еще не знают. Между тем, крайне стыдно и весьма смешно, каждый год празднуя этот праздник, не знать повода, по которому он установлен. Посему прежде всего необходимо сказать вашей любви, что не одно богоявление, но два. Одно настоящее, которое уже произошло, а другое будущее, которое произойдет со славой при кончине мира. О том и другом вы слышали сегодня от Павла, который беседует с Титом, говорит так. Послание апостола Павла к Титу, 2 глава, с 11 по 13 стих. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестию и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и спасителя нашего Иисуса Христа. И пророк об этом последнем сказал так. Солнце обратится во тьму и луна в кровь, прежде нежели придет день Господень великий и страшный». Иояль 2.31. Почему же богоявлением называется не тот день, в который он родился, а тот, в который он крестился? Настоящий день есть тот самый, в который он крестился и осветил естество вод. Посему в этот праздник в полночь все, почерпнув воды, приносят ее домой и хранят во весь год. Так как сегодня освещены воды и происходит явное знамение, эта вода в существе своем не портится от продолжительности времени, но почерпнутая сегодня на целый год, а часто два и три, остается неповрежденной и свежей, и после столь долгого времени не уступает водам, только что взятым из источников. Почему же этот день называется богоявлением? Потому что Христос сделался известным для всех не тогда, когда он родился, но когда он крестился. До этого дня он не был известен народу. А что народ не знал его и не разумел, кто он был, об этом послушай Иоанна Крестителя, который говорит, «Посреди вас стоит, которого вы не знаете». И удивительно ли, что другие не знали его, когда и сам Креститель не знал его до того дня. И я, говорит, не знал его, но пославший меня крестить водой, тот сказал мне, «На кого увидишь Духа Сходящего и пребывающего на нем, тот есть крестящий Духом Святым». Отсюда видно, что два богоявления. А почему Христос приходит на крещение, об этом необходимо сказать. А также и о том, на какое Он приходит в крещение, и то, и другое необходимо знать. И наперед надо бы сказать вашей любви о последнем, так как из этого мы узнаем и первое. Было крещение иудейское, которое очищало телесные нечистоты, но не грехи совести. Так, кто совершал прелюбодеяние, или кто решался на воровство, или кто сделал какое-нибудь другое беззаконие, того Он не освобождал от вины. Но кто касался костей умершего, кто вкушал пищу, запрещенную законом, кто приходил из места заразы, кто обращался с прокаженными, тот омывался и до вечера был нечист, а потом очищался. «Домой тело своей водой чистой», говорится в Писании, «и будет нечист до вечера, а потом будет чист». И это не были в самом деле грехи или нечистоты. Но так как иудеи были несовершенны, то Бог, делая их через это более благочестивыми, с самого начала приготовлялось к точнейшему соблюдению важнейшего. Итак, иудейское очищение освобождало не от грехов, а только от телесных нечистот. Не таково наше, оно гораздо выше и исполнено великой благодати, потому что освобождает от грехов, очищает душу и подает дар духа. И крещение Иоанна было гораздо выше иудейского, но ниже нашего. Оно было как бы мостом между обоими крещениями, ведущим через себя от первого к последнему, так как понуждало их иудеев не к соблюдению телесных очищений, но вместо таковых увещевало и советовало переходить от пороха к добродетели и надежду спасения полагать в совершении добрых дел, а не в праздных, в разных омовениях и очищениях водою. Иоанн не говорил, «Вымой одежду твою, а мой тело твое, и будешь чист». Ну что, сотворите плод, достойный покаяния. Потому именно оно было выше иудейского, но ниже нашего, что крещение Иоанна не сообщало духа святого и не доставляло благодатного прощения. Оно повелевало каяться, но не было властно отпускать грехи. Поэтому Иоанн и говорил, «Я крещу вас водою, тот же будет крестить вас духом святым и огнем». Очевидно, что он не крестил духом. Что же значит духом святым и огнем? Вспомни тот день, в который апостолом явились разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили на каждом по одному. А что крещение Иоаннова было несовершенно, не сообщало духа и отпущение грехов, видно из следующего. Деяние, 19 глава, 1 по 6 стих. Во время пребывания полоса в Коринфе Павел прошед в верхние страны, прибыл в Ефес. И нашед там некоторых учеников, сказал им, «Приняли ли вы святого духа, уверовавши?» Они же сказали ему, «Мы даже не слыхали, есть ли дух святой?» Он сказал им, «Во что же вы крестились?» Они отвечали, «Во Иоаннова крещение». Павел сказал, «Иоанн крестил крещение покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем», то есть во Христа Иисуса. Услышавши это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Видишь ли, как несовершенно было крещение Иоаннова. Если бы оно не было несовершенно, то Павел не крестил бы их снова, не возлагал бы на них рук. Исполнив же то и другое, он показал превосходство апостольского крещения и то, что крещение Иоаннова гораздо ниже его. Но из этого мы узнали различия крещения. Теперь необходимо сказать, для чего Христос крестился и каким крещением. Ни прежним иудейским, ни последующим нашим, потому что он не имел нужды в отпущении грехов. Да и как может нуждаться в этом тот, кто не имеет никакого греха? Греха, говорит Писание, не сделал он, и не было лести в устах его. Еще. Кто из вас облечит меня во грехе? И духу не была непричастна плоть его. Да и как могло быть иначе, когда она вначале была произведена Духом Святым? Итак, если плоть его не была непричастна Духу Святому, и он не был подвержен греху, то для чего он крестился? Но прежде нам нужно узнать, каким он крестился крещением. Тогда и то будет ясным для нас. Каким же крещением он крестился? Не иудейским, и не нашим, но и Иоанновым. Для чего? Для того, чтобы ты из самого свойства крещения познал, что он крестился не по крещению греха, и не потому, что имел нужду в даре Духа, как мы показали. Это крещение было чуждо того и другого. Отсюда видно, что он приходил на Иордан не для отпущения грехов, и не для получения дара Духа. Но чтобы кто-нибудь из присутствующих тогда не подумал, что он приходил для покаяния. Подобно прочим, послушай, как Иоанн предупредил и это. Тогда как другим он говорил, сотворите плод, достойный покаяния. Послушай, что он говорит ему. Мне надо накреститься у тебя, и ты ли идешь ко мне? Этими словами он показал, что Христос приходил к нему не по той же нужде, по которой приходил народ, и что он тем более далек был от нужды креститься по той же причине, что было гораздо выше и несравненно чище и самого крестителя. Для чего же он крестился, если сделал это не для покаяния, не для отпущения грехов, не для получения дара Духа? По другим двум причинам, из которых об этой, об одной говорит ученик, а о другой он сам сказал Иоанну. Итак, какую же причину этого крещения высказал Иоанн? Ту, чтобы Христос стал известным народу, как и Павел говорит. Иоанн крестил крещением покаяния, чтобы веровали в грядущего по нем. Это было завершением крещения. Если бы обходить жилище каждого и подойдя к дверям, вызывать на улицы, держа Христа, говорить, это есть Сын Божий, то это делало бы свидетельство подозрительным и было бы весьма затруднительно. Так же, если бы взял Христа войти в синагогу и показать его, то и это самое опять делало бы свидетельство подозрительным. Но когда весь народ стекся из всех городов Киордана и пребывал на берегах реки, то уже то обстоятельство, что и сам он пришел креститься и получил удостоверение свыше голосом Отца, и на этим Духа в виде голубя делалось свидетельство о нем Иоанна несомненным. Поэтому он и говорит, «Я не знал его, представляя свидетельство свое достоверным, так как они были по плоти родственниками же собою. Вот Елизавета, родственница твоя, зачала сына, говорит ангел Мария, о матери Иоанна. Если же матери были в родстве, то очевидно и дети. Итак, по Елику они были родственниками, то дабы не показалось, будто я вам свидетельствует о Христе по родству, благодать Духа устроила так, что Иоанн провел весь ранний свой возраст в пустыне, дабы не показалось, будто свидетельство высказывается по дружбе или по какому-нибудь подобному предвзятому основанию. Но Иоанн как был научен от Бога, так и возвестил о нем. Вот он и говорит, «Я не знал его». Откуда же ты узнал? «Пославший меня, говорит, крестить водой, тот сказал мне». «Что он сказал тебе? На кого увидишь Духа, сходящего в виде голода и пребывающего на нем? Тот есть крестящий Духом Святым». Иоанн 1.33 «Видишь ли, что Дух Святый сниз шел не так, как в первый раз, тогда не шел на Него, но дабы показать проповеданного наитием своим, как бы перстом, указуя его всем. По этой причине он пришел на крещение. Была и другая причина, о которой он сам говорит. Какая же именно? Когда Иоанн сказал, «Мне надо накреститься у тебя, и ты ли идешь ко мне?» То он отвечал так, «Осташ ныне». «Так подобает нам исполнить всякую правду». Видишь ли благоразумие раба? Видишь ли смирение владыки? Что же значит исполнить всякую правду? Правда называется исполнение всех заповедей, как говорится, «Были праведны оба, ходили за поведях Господней беспорочно». Так как исполнять эту правду должны были все люди, то никто из них не соблюл и не исполнил ее, то Христос, приходя, исполняет эту правду. 405. А какая скажет кто-нибудь правда в том, чтобы креститься? Повиновение пророку было правдою. Как Христос, как Христос обрезался, приняв жертву, хранил субботу и соблюдал иудейские праздники, так присоединил и это остальное, повиновался крестившему пророку. Воля Божия была, чтобы тогда все крестились. О чем послушай, как говорит Иоанн, пославший меня крестить водою, так же и Христос. Христос мытари и грешники оправданы пред Богом, ибо крестились крещением Иоаннов. Парисеи же и законники отвергли совет Божий о себе и не крестились от него. Итак, если повиновение Богу составляет правду, а Бог послал Иоанна, чтобы крестить народ, то Христос совсем другим, что требуется законом, исполнил и это. Представь себе, что заповеди закона суть 200 динариев. Этот долг должен был уплатить род наш, но мы не уплатили, и нас, подпавших в такой вине, объяла смерть. Христос, пришедший, найдя нас одержимыми ею, уплатил этот долг, исполнил должное и исхитил от ней тех, которые не могли уплатить. Посему Он не сказал нам, должно сделать то и другое, но исполнить всякую правду. «Мне владыке имеющему», говорит Он, «надлежит уплатить за не имеющих». Такова причина Его крещения, чтобы видели, что Он исполнил весь закон. И это причина и та, о которой сказано прежде. Поэтому и Дух не шел в виде голубя, где примирение с Богом, там и голубь. Так и в ковчег Ноя в голубь принес масличную ветер, знак человеколюбия Божия и прекращение бедствия. И теперь в виде голубя, а не в телесном виде, это особенно должно заметить, нисходит Дух, возвещая вселенной милость Божию и вместе показывая, что духовный человек должен быть не злобив, прост и невинен, как и Христос говорит, «Если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Но тот ковчег по прекращению бедствия остался на земле, а этот ковчег по прекращению гнева взят на небо, и ныне это непорочное и нетленное тело находится одесную Отца. Но так как я упомянул о теле Господнем, то необходимо сказать вам немного и об этом и потом окончить речь. Я знаю, что многие у нас приступят к этой священной трапезе по случаю праздника, и так должно, как я часто и прежде говорил, не праздники наблюдать, чтобы приобщаться, а очищать совесть и тогда касаться священной жертвы. Преступные и нечистые не имеют права и в праздник прищищать этой свистой и страшной плоти, а чистые и омывшие свои прегрешения искренним покаянием вправе и в праздники во всякое время прищищать божественных тайн и достоин наслаждаться божественными дарами. Но поелику не знаю, почему некоторые не обращают на это внимание, и многие исполняют бесчисленных грехов в виде наступивших праздников, как будто побуждаясь самим этим днем приступаясь к святым тайнам, на которые смотреть не должно находящимся в таком состоянии, то тех, которые известны нам и мы сами непременно удалим, а неизвестных нам предоставим Богу, знающему тайны помышлений каждого. Теперь же постараемся исправить то, в чем все явно согрешают. В чем же состоит этот грех? В том, что приступает не с трепетом, но с давкою, ударяя других, пылая гневом, крича, злословие, толкая ближних, полное смятение. Об этом я часто говорил и не перестану говорить. Не видите ли, какое бывает благочинение на олимпийских играх, когда распорядитель проходит по площади, свинцом на голове, одетый в дымную одежду, держа в руке жезл, оглашатый объявляет, что было тихо и благоприлично? Не нелепо ли, что там, где торжествует дьявол, бывает такое спокойствие, а там, где призывает к себе Христос, бывает великий шум? На площади безмолвия, а в церкви крик? На море тишина, а в пристани волнения? Чему ты, скажи мне, беспокоишься, человек, что гонит тебя? Необходимые дела, конечно, призывают тебя. В этот час ты особенно сознаешь, что у тебя есть дела, особенно помнишь, что ты находишься на земле и думаешь, что обращаешься с людьми. Но не каменной ли душе свойственно думать, что в такое время ты стоишь на земле, а не ликуешься ангелами, с которыми ты выссылаешь таинственное песнопение, с которыми ты возносишь победную песнь Богу? Для того Христос назвал нас орлами, сказав, где труп, там соберутся орлы, чтобы мы восходили на небо, чтобы парили в высоте, возносясь на крыльях духа, а мы подобно змеям присмыкаемся во прахе и едим землю. Хотите ли, я скажу, от чего бывает этот шум и крик? От того, что мы не на все время запираем для вас двери, но позволяем прежде последнего благодарения стремительно выходить и уходить домой? Это и само по себе выражает великое пренебрежение. Что делаешь ты, человек? Когда присутствует Христос, предстоят ангелы, предлежит эта страшная трапеза, и братья твои еще участвуют в таинствах. Сам ты оставишь все, убегаешь. Быв приглашен на обед, ты хотя бы и прежде других насытился, не осмеливаешься выходить прежде друзей, когда другие возлежат еще. А здесь, когда еще совершается страшное таинство Христовы, когда еще продолжается священное действие, ты в самой средине оставляешь все и выходишь. И где это может быть достойно прощения? Какое может быть оправдание? Хотите ли, я скажу, чье дело делают те, которые уходят прежде окончания, и не совершив благодарственных песнопений по окончанию трапезы? Может быть, покажется жестоким то, что будет сказано, однако необходимо сказать по причине нерадения многих. Иуда, приобщившись к последней вечере, в ту последнюю ночь, поспешно вышел, тогда как все прочие еще возбежали. Вот кому подражают и те, которые спешат выйти прежде последнего благодарения. Если бы он не вышел, то не сделался бы предателем. Если бы не оставился учеников, то не погиб бы. Если бы не отторгнул себя от стада, то волк не захватил бы его одного и не пожрал бы. Если бы не отделил себя от пастыря, то не сделался бы добычей из зверя. Посему он был с иудеями, отец Господом вышли, воспевая, видишь ли, по какому образцу совершается последняя молитва после жертвоприношения. Будем же возлюблены представлять себе это, будем помышлять об этом, страшась предстоящего за то осуждение. Он, Христос, дает тебе свою плоть, а ты не воздаешь ему даже словами и не благодаришь за полученное. Когда ты вкушаешь телесную пищу, то после трапезы обращаешься к молитве, а когда приобщаешься к пище духовной и превосходящей всякую тварь видимую и невидимую, ты, человек и уничиженный по естеству, не остаешься благодарить его словами и делами. Не достойно ли это крайнего наказания? Говорю, это не для того, чтобы вы только хвалили меня или шумели и кричали, но чтобы вы благовременно вспоминаете слова, показывали надлежащее благочиние. Таинство и называется и суть таинства, а где таинство, там великое молчание. Итак, будем приступать к этой священной жертве с глубоким молчанием, великим благочинием, надлежащим благоговением, чтобы нам заслужить большее благоволение у Бога, очистить свою душу и достигнуть вечных благ, которых досподобимся все мы благодати и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которым Отцу, со Святым Духом, слава и держава и поклонение ныне и пресно и во веки веков. Аминь.